Этот вольер раньше находился в глубине дендропарка, теперь он украшает главную аллею, а живут в нем павлины. На зиму обитатели вольера переселяют в зоопарк. Затянувшуюся непогоду птицы перенесли неплохо. Красавцы, лебеди, гуси и утки всю зиму живут здесь, а в самые холодные дни, когда водоем замерзает, специалисты прорубают лед, чтобы птицам было удобно плавать и добывать корм. Сейчас воды здесь очень мало, но поводов для беспокойства нет, говорят сотрудники дендропарка. Это ежегодная процедура. Каждый год весной мы понижаем уровень воды для того, чтобы очистить водоем и обновить воду в нем. Это процесс долгий. Сначала мы опускаем до положенного минимума воду, затем очищаем берега, где это возможно, дно водоема. Затем заполняем на треть водой, снова спускаем, чтобы прочистить воду, и потом уже заполняем озеро целиком. Если этого не делать, то вода в нем попросту зацветет, а берега и впоследствии все дно зарастут камышом. Недавно в соцсетях разразился скандал на территории дендропарка «Уничтожают деревья». Позже появилось официальное заявление деревья, мол, выкорчевывают не просто так. На их месте будет сосновая роща. Это участок номер 17. Здесь произрастали деревья, выросшие стихийно, то есть их никто не сажал. Но в дендропарке есть своя структура, свои зоны специальные. И если не следить за ними, то завтра это превратится в непонятный, заросший сорняками участок. Поэтому было принято решение очистить эту территорию и высадить здесь крымскую сосну. Аллея молодежи также сильно видоизменилась. Красивейшие березы, возле которых так любили фотографироваться посетители, исчезли. На их месте высажены совсем молодые деревца. Специалисты говорят, вынуждены были обновить эту аллею, потому что деревья, которые здесь росли, постарели. Какие-то начали болеть. Тем не менее, поводов для беспокойства нет. Все деревья выращены в питомнике дендропарка. Так что это родная для них земля и климат. И уже через парочку лет все березы станут высокими и красивыми, обещают специалисты. А что же дальние уголки дендропарка? Те, куда заглянуть отважится не каждый посетитель. На эту территорию у руководства парка есть свои планы, и некоторые из них уже реализованы. Мы планируем высадить ореховую рощу. Уже заложили дубовую рощу. Так что парк постоянно обновляется и живет. В этом году мы планируем высадить 8 видов интродуцентных деревьев. Зеленые насаждения, которые пересаживаются в места, где они ранее не произрастали. В прошлом коллекция парка пополнилась семью интродуцентами. Это такие деревья, как, например, сибирская ель, японская спирея, илдарская и веймутовая сосна – магнолия. Одна магнолия уже стала настоящим украшением аллеи молодежи. Удастся ли сохранить специалистам биоразнообразие растений парка – покажет время. Горожане сегодня мечтают, чтобы парк, которому присвоено имя его основателя, поражал посетителей красотой, чистотой и уникальной атмосферой.